А вы как-то в семейном формате обсуждаете работы друг другу? По каким-то, наверное, семейным праздникам собираетесь? Постоянно. Мы собираемся постоянно и обсуждаем всё постоянно. Папа строгий критик вообще говоря, эксперт. Папа, во-первых, конечно, невероятно любящий отец, нежнейший, при том, что он может кричать на нас постоянно. Прямо кричать по-настоящему. Он, да, он человек эмоциональный, открытого темперамента. При этом это всегда по-доброму и очень смешно. И никто его уже не боится несколько лет. Поэтому действительно есть что обсудить. Сейчас такая у всех наполненная жизнь, что обсуждаем, не успеваем тему менять. А на внучек он кричит? Нет, на внучек он не кричит. Ваша старшая ведь тоже собирается в актрисы, мне говорили, или нет? Вы понимаете, что я не знаю, куда она собирается. Пока я ей говорю, что школа, школа, дочь моя, давай, грызи. Но она, тем не менее, взяла, выучила стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девчонка». Победила на конкурсе чтецов. Завтра она едет на какой-то уже не школьный, а уже какой-то городской конкурс. Вот, ее тоже это цепляет, честно говоря. Я не против. Слух, голос есть у обеих девочек ваших? Да. Да. Но пока мы музыкой не занимаемся, мы занимаемся танцем. Ну, мы музыку слушаем, да? А что мы слушаем? Ну, во-первых, мы слушаем очень много классики, как-то у нас так это дома принято. Вот, и, конечно же, приходится заодно с матерью учить все, что мать приносит в дом по работе. Естественно, мюзикл «Чикаго» выучен от корки до корки, конечно. Более того, даже маленькая четырехлетняя, сейчас ей уже пять, год назад я репетировала «Добрый человек» из Сизуана, а зонги брехтовские, значит, на музыку «Ди Саут», такой авангард, мы исполняем на немецком языке. Да, да, да. Так и это же было. Я слушаю, она там моется, ищу, а все же, ищу, 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 ищу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».